Глубо уважаемая Ирина Альбертовна, глубоко уважаемые коллеги, конечно, мы сегодня все прекрасно понимаем, что наши больные должны жить долго и должны жить качественно. И наша с вами задача правильному пациенту в правильное время назначить правильный препарат. И прошло более 120 лет, как была выполнена первая авария эктомия, и сейчас мы свидетели колоссальных возможностей лечения рака молочной железы. Не так давно, в 2001 году, была вручена Нобелевская премия за контроль над клеточным циклом в 2001 году. И вот уже в 2019 году мы поняли, что, оказывается, 40% больных гормонопозитивным раком молочной железы имеют резистентность в 40%. Это мутация пиатрики, фосфодитолоза, метолтрекиназа. И возможность комбинирования с алпелесибом во второй линии позволяет улучшать результаты лечения больных. И мы все делаем, чтобы наши больные благодаря нашему лечению доживали до новых препаратов. Но так получается, что, назначая новые препараты, мы должны знать спектром токсичности, которые их сопровождают. И при этом мы должны лечить эти осложнения, нам нужны новые препараты. А назначая новые препараты, мы воспитываем новые мутации, и это бесконечный круг. Но самое важное в этом бесконечном круге – продолжающаяся жизнь пациента, при этом пациенты живут долго и качественно. И вот в предыдущей дискуссии был вопрос, да, сегодня гормонотерапия показана всем больным гормонопозитивным раком молочной железы без вестерального криза. Но всегда возникает, ну может, все-таки химиотерапия лучше? А нет. Был опубликован в 2019 году большой метаанализ, включающий более 140 клинических исследований, данные о 50 тысячах пациентах, который показал, что в первой линии, что во второй линии, если мы начинаем от комбинации гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых киназ, по сравнению с химиотерапией, с любой химиотерапией, пациенты выигрывают, однозначно выигрывают. И вот то, что, собственно, мы говорили, да, в 2001 году началась новая эра в лечении гормонопозитивного рака молочной железы, у нас появились ингибиторы циклинозависимых киназ. И тут мы столкнулись, что, оказывается, при гормонотерапии в комбинации с таргетной терапией, смотрите, какой у нас интерес для HER2 позитивного рака молочной железы, уже совершенно точно у нас есть парадигма. Мутация HER2 должна быть постоянно выключена, мы назначаем новое, более эффективное лечение, меняя комбинаторный партнер. То же самое будет и при гормонотерапии, и есть уже для люминального рака молочной железы. Есть гормонотерапия, для нее назначается таргетный препарат. То есть сейчас люминальный рак мы лечим так же, как HER2 позитивный. Обязательная комбинация с таргетным препаратом, потому что все пациенты в первой и во второй линии от назначения гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых киназ выигрывают. Но мы понимаем, что оказывается таргетная терапия для гормонопозитивного рака молочной железы очень близка к осложнениям, как и на фоне химиотерапии. У нас возникает лейкая нитропения. И вот у нас сейчас три богатыря для таргетной терапии гормонопозитивного рака молочной железы. Это палбоциклип, рибоциклип и амебоциклип. И посмотрите, как у нас для этих препаратов есть свои возможности. Мы можем их комбинировать как в первой, так и во второй линии, что с ингибиторами ароматазы, что с фулвестрантом. Но единственное, что у нас очень скоро появится лапелисип, а он во второй линии зарегистрирован с фулвестрантом. Поэтому у нас, конечно, мы должны как-то комбинаторные партнеры все-таки разделять гормональные для назначения в лечении больных гормонопозитивным раком молочной железы. Итак, какие побочные эффекты у нас возникают на фоне гормонотерапии в комбинации с таргетной терапией малыми молекулами, ингибиторами CDK4-6? У нас есть три препарата, о которых я говорила. Это рибоциклип, амебоциклип и палбоциклип. Рибоциклип и палбоциклип относятся к списку ЖНВЛП, а мебоциклип пока еще нет. Из побочных эффектов наиболее частые – это нейтропения, она свойственна всем ингибиторам циклинозависимых киназ. А вот то, что касается, например, кардиотоксичности, она более характерна для рибоциклипа. А если мы говорим, например, о гебототоксичности, она более характерна как для рибоциклипа, так и амебоциклипа. Но у нас есть еще, например, такое осложнение, как диарея. А вот диарея характерна для амебоциклипа. И когда мы планируем лечение, кому же все-таки назначить… Вот у нас понятно, что все пациенты выигрывают. Но благодаря вот этому спектру токсичности и тем клиническим исследованиям той доказательной базы, в зависимости от побочных эффектов, мы распределяем для себя назначение того или иного ингибитора циклинозависимых киназ. Но моя задача сейчас четко более рассказать о тех побочных эффектах и, собственно, как нам, врачам, с ними справляться. И самое главное, мы должны четко, подробнейшим образом расписывать в нашем консультативном заключении все те обследования, которые должен делать пациент. И самое важное, я всех призываю, мы работаем в зоне юридической ответственности. И наше заключение должно сопровождаться консилиумом. 915 приказ четко оговаривает. В консилиум должен ходить онколог и врач-радиотерапевт. Поэтому обязательно назначая, есть еще такой вариант, как телеконсультация. Пожалуйста, федеральный центр в течение трех дней, они делаются очень быстро. Я сама знаю, что это такое, в любом положении я должна дать в определенный срок телемедицину. Поэтому разделяйте ответственность, не возлагайте ее на себя. Потому что это крайне важно назначить правильное и качественное лечение. 915 приказ, он для всех по профилю онкология. Далее. Вот теперь мы проговорим о нейтропении, которая характерна для всех ингибиторов циклинозависимых киназ. Мы обязаны клинический анализ крови сдавать. Пациенты наши должны сдавать каждые две недели первые два цикла. А мы должны его контролировать. А вот дальше уже в начале каждого из четырех последующих циклов, перед началом цикла назначения таргетной терапии и по клиническим показаниям. То же самое касается и для палбоциклиба, и для амебоциклиба. Но знаете, что интересно? Что после вот этих вот, казалось бы, двух-трех циклов, вот эта вот склонность к нейтропении, она уменьшается. Она уходит на нет. Но я вот на что еще обращаю ваше внимание, я призываю отнестись к этому очень серьезно. Не требуется профилактическое назначение колонии стимулирующих факторов, которые вы увидите, обязательно увидите при назначении ингибиторов циклинозависимых киназ. Не требуется назначение кортикостероидов преднизолона, чтобы вымыть на периферии юные нейтрофилы. Не нужно это делать. А уж тем более не нужно назначать иммуномодулирующие препараты без доказанной на сегодняшний день эффективности. И более того, сразу отключу, сейчас пора ОРВИИ, иммуномодулирующие препараты вообще не имеют ни в России, ни за рубежом доказательной базы, как иммуномодулятор. Противовирусные препараты, да, иммуномодулирующие не надо. Поэтому я очень надеюсь, что меня услышали. Как мы варьируем, как мы боремся все-таки, если возникает нейтропения третьей, четвертой степени. У нас есть регистрационное удостоверение. Открываем его, там все подробно сказано. Либо мы редуцируем дозу для палбоциклиба, либо мы прекращаем прием палбоциклиба. Гормонотерапия продолжается. Но мы не назначаем ни кортикостероиды, ни колоннестимулирующий фактор, а тем более бездоказанной эффективности иммуномодулирующие препараты. Далее, гебототоксичность. Гебототоксичность – это то осложнение, которое очень характерно, просто характерно для рибоциклиба и амебоциклиба. Что мы здесь делаем? Мы контролируем функциональную печеночную пробу до начала терапии. Раз в две недели, первые два цикла. И далее в начале каждого из четырех последующих циклов и по клиническим показаниям. Как мы боремся с гебототоксичностью? Также либо мы редуцируем, либо мы прекращаем прием, если это выраженная гебототоксичность. Но я сразу могу сказать, что, конечно же, когда гебототоксичность выше тысячи, мы должны для себя все равно исключить вирусный гепатит. Вы должны об этом помнить. Но, тем не менее, для рибоциклиба и амебоциклиба высокие трансиминазы характерны. Их бояться не надо. Но нужно уже работать тогда с редукцией дозы или прекращением приема временно рибоциклиба и амебоциклиба. Далее. Рекомендуется мониторинг интервала КУТЭ, как мы это, собственно, выполняем. Контроль электрокардиограммы и уровня электролитов до начала терапии рибоциклибом. Повторная запись электрокардиограммы примерно на 14 день первого цикла, в начале второго цикла и по клиническим показаниям. Контроль уровня электролитов в начале каждого цикла на протяжении шести циклов и по клиническим показаниям. отказ от комбинации риба-циклиба с лекарственными препаратами, удлиняющими интервал КУТЭ и мощными ингибиторами цитрохрома. Степень повышения длительности интервала КУТЭ возрастает при сопутствующем применении тамоксифена. Тамоксифен, сразу хочу сказать, не применяется с ингибиторами циклин-зависимых киназ. Он с фулвестрантом ничего общего не имеет. Да, это антиэстроген, но они невзаменяемы. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь фулвестрант заменить тамоксифеном, если его по каким-то причинам нет в нашем центре, в любом центре. Поэтому применение одновременно риба-циклиба-тамоксифена не рекомендуется, повышается кардиотоксичность. Нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного тракта связаны с применением ингибиторов циклин-зависимых киназ. Здесь что у нас может быть? Тошнота, эмитогенный эффект, рвота, диарея. Нужно четко конструктировать пациентов, что при первых признаках жидкого стула необходимо начать противодиарейную терапию, увеличить прием жидкости и связаться с врачом. То есть, более четко и ясно, необходимо проводить полный анализ крови до начала терапии бициклибами каждые две недели в течение первых двух месяцев лечения, а затем ежемесячно в течение последующих двух месяцев терапии. Приостановка приема амебоциклиба или снижение дозы рекомендуется пациентам, у которых развивается нетропиния третьей или четвертой степени. И самое важное, при первых признаках диареи рекомендуется начать использовать лапирамид и увеличить потребление жидкости. В тяжелых случаях применение амебоциклиба необходимо приостановить, а затем возобновить в более низкой дозе. Но все это под контролем доктора. Таким образом, даже несмотря на те побочные эффекты, о которых мы сегодня говорили, качество пациентов не ухудшается. А самое главное, пациенты живут дольше, потому что увеличиваются показатели общей выживаемости. Об этом мы должны помнить. Таким образом, для ингибиторов циклинозависимых киназ у нас появились осложнения, о которых мы знаем. Наша задача – четко прописать те обследования, которые должен сдавать пациент, и отследить, чтобы эти исследования выполнялись и своевременно назначалась сопроводительная терапия, если возникают те или иные осложнения. Далее мутация пиетрики. Чем она, собственно, интересна? Тем, что, одновременно угнетая, нарушая сигнальный путь пиетрики и соответствующая гиперактивация, они ведут к злокачественной трансформации устойчивости к эндокринотерапии. Мы не только блокируем путь, отвечающий за резистентность, но мы параллельно еще влияем на метаболизм глюкозы. Это вот так называемое, у нас появляются таргетные осложнения. Мы с таким термином, может быть, и сталкивались, но не обращали внимания. Так вот, для того препарата лопилисиб, который скоро появится в нашей клинической практике, мы скоро будем определять мутацию пиетрики, которая бывает практически у каждого второго пациента. Так вот, у этого препарата лопилисиб и всей группы ингибиторов пиетрики есть свои определенные побочные осложнения. Какие? Вот гиперкликемия, все пациенты, которые будут получать ингибиторы пиетрики, они должны быть обеспечены глюкометром. Потому что мы не только выключаем сигнальный путь, ответственный за резистентность, мы также условно, у пациента может развиться сахарный диабет. Но этого пугаться не надо, это все контролируемо, это все обратимо. Есть еще новый термин, который появится в нашем терминологии. У нас не только термин иммуно-посредственное осложнение, это связано с иммунотерапией. У нас еще есть осложнение, которое называется класс-специфический эффект. Так вот, сыпь, которая характерна для пиетрики, она тоже является класс-специфической. Диарея. Диарея является класс-специфической для ингибиторов пиетрики. Она также характерна и для эвиролимуса, и для тасилисиба, бета-сберегающий ингибитор пиетрики. Непосредственно дал пилисиба, который скоро появится. Он уже в июне прошлого года был утвержден FDA, и был утвержден молекулярный тест для определения как в крови, так и в ткани мутации пиетрики. И таким образом, краткий обзор данных по исследованию Соляр-1, на основании которого FDA утвердила новый препарат, который борется с резистентностью гормонотерапии рака молочной железы – гипергликемия. Лечение гипергликемии противодиабетическими препаратами было эффективно у 87% с гипергликемией. И также, конечно, нужно… Вы знаете, у нас появляется такой термин «ассоциированный». У нас есть ассоциированные кардиологи, у нас есть ассоциированные дерматологи. Наши эндокринологи, они не только должны знать осложнения, которые возникают на фоне онко-иммунологических препаратов, они должны знать, что теперь у них еще появится еще одна зона ответственности, связанная с назначением новой группы препаратов ингибиторов пиетрики. Далее сыпь. В подгруппе пациентов, получавшей терапию для профилактики сыпи до появления симптомов, она появлялась реже. А вот профилактика диареи лапирамидом здесь не сработала. Мы должны предупредить пациента, как только у вас появятся первые признаки жидкого стула, должен начаться прием лапирамиды. Но самое важное – сразу поставить в известность. Либо врача, врача скорой помощи, лечащего врача, или врача-онколога, районного онколога. Четко нужно наших пациентов информировать о возможных осложнениях. Итак, мы сейчас говорим, что пациент разделяет ответственность с нами. Но, тем не менее, мы должны четко его информировать. И самое важное – это все должно быть документировано, отображено в нашей первичной документации, в том заключении, которое мы даем. Далее. Тот термин, что пациент больше не пассажир, а ответственный водитель автобуса под названием «Жизнь». И у нас должны быть партнерские отношения между врачом и пациентом. Что очень важно – это взаимное уважение. Мы уважаем пациента, и пациент уважает нас. Общение, обмен информацией. И самое важное – совместное принятие решений. Мы говорим о возможностях лечения. И пациент должен их выслушать и сказать «Да». Я разделяю ответственность, я разделяю те риски, которые возникают. Я понимаю, как нужно и в какие сроки сдавать тот или иной анализ. И как можно, самое важное, пациенту сообщить об этом анализе. Поэтому при выборе оптимальной схемы лечения для больных гормонопозитивным раком молочной железы, мы четко понимаем, мы должны планировать стратегию. И в первой линии наибольший выбор и наибольший результат мы получим, если пациент из гормонотерапии получает таргетную терапию, так же, как и эта работа для хердопозитивного рака молочной железы. Да, мы должны прогнозировать резистентность. И у нас сейчас, в нашей клинической практике, совершенно меняется парадигма. К нашим рецепторам эстрогенов, прогестерона и ХЕР-2 должен добавляться определение герминальной мутации Берсиэй. Но это не тема сегодняшнего выступления. Но и самое важное, мы должны будем определять ПИА-3К. И самое важное, обязательно, это повторные биопсии, если у пациента возникает рецидив или метастаза. Это обязательные условия, которые нужно соблюдать. И самое важное, участие в клинических исследованиях предпочтительно для пациентов рака молочной железы, потому что в целом пациенты получают возможность получить то лечение, которое еще, возможно, через 5 лет будет зарегистрировано на территории Российской Федерации. А мы даем возможность пациенту значимо улучшить показатели и качества жизни, и продолжительности жизни. И мы надеемся, что мы все будем продолжать обсуждать столь актуальные темы на «Белых ночах». И сессия «Русско» также, мы обсуждали это с Сергеем Алексеевичем, проведется в рамках данного форума. Благодарю за внимание.